Итак, продолжаем изучать или рассматривать вопрос коммуникации текста с нами. То есть как у нас происходит коммуникативная связь с текстом. Потому что Бог с нами желает коммуницировать множество путей. Один из них – это написанное слово. Поэтому мы сейчас не занимаемся вопросом духовных прозрений, откровений и так далее. Это другие темы. У нас сейчас другой вопрос. Как коммуницировать, передавать Божье Слово? Когда я читаю курсы по германевтике, у меня обычно такой тезис есть, что главная коммуникативная победа текста над нами – это не то, чтобы мы его поняли или осознали, а чтобы мы были его ретрансляторами. Библейский текст не просто хочет быть понятым. Под библейским текстом я понимаю автора, то есть Бога. То есть не просто текст хочет быть понятым, он хочет дальше провозглашаться через нас. Это главное коммуникативное желание и победа текста. Вот почему мы сейчас говорим о коммуникации передачи. Но самое главное, то есть как мы, как вот это вот передалеть, чтобы была адекватная коммуникация между источниками информации, текстом, и передающим, это учитель, проповедник и так далее. Поэтому мы сейчас перейдем непосредственно к изучению вопроса библейской проповеди. И видите, в фокусе исследования текста. То есть мы сейчас посмотрим, как изучать текст. То есть мы сейчас начнем. То есть в этой лекции следующей мы продолжим завтра. И особенно в таком его ракурсе жанровой особенности библии, библейских книг. Поэтому библейская проповедь – это не только цитирование текста, это также передача или раскрытие библейского текста в его многообразном жанровом многообразии. И вообще меня поражает, столько много жанров Библии, а у нас какие-то всегда одножанровые проповеди, однотипные. Я сам такой вот, мы каждый вот. Но я вам покажу какие-то попытки, мне времени достаточно, да, как можно проповедовать в разных жанрах. Но есть, ну в каждой церкви уже сложили свои клише, каноны и нормы проповеди, да. Поэтому есть проповеди, которые продолжают библейские. Я вам поделюсь, может быть, с некоторыми как с притчами, но не скажу, что я в этом силен. Очень интересные проповеди повествовательные, например, от первого лица проповедь. То есть создать такой, знаете, целый рассказ повествования. Но на это готовы не все проповеди и не все проповедники. Поэтому я говорю, что проповедник должен поймать свой голос, да, свою песню. И не нужно требовать от проповедника, что он может быть таким, знаете, и хорошим спикером и в таком юморном жанре, и трагиком, и юмористом. Ну, понимаете. Но, тем не менее, сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на Библию как на многожанровую книгу. Давайте так, на вскидочку. Какие вы знаете жанры библейские? Ну, подождите, подождите. Раз так, сейчас я... Верной дорогой идешь, товарищ. Сейчас я просто найду другую картиночку, слайдик. Это из другой лекции. А почему нет? Смотрите. Ведь в основе всей литературы, жанра, то есть, есть греческий античный театр. Трагедия и комедия. Два основных. А все остальное идет, ну, как бы, ну, смесь, да, или... О чем говорит всегда нам литература или наше творчество, искусство? Конечно, о мире. И вот чем отличается комедия трагедии, да? Комедия ведет нас из ситуации неидеального мира, да? Когда неромантично, неинтересно, но ведет нас в идеальный мир, да? Где все романтично, где, ну, красиво, то есть. Это движение комедии. Комедия-то не всегда, ну, ржачка, знаете, это не всегда, то есть, comedy club. Да, то есть, это то, что ведет нас в идеальный мир. Трагедия наоборот. Трагедия... Все остальные жанры, это, ну, идет комбинация, да? А трагедия эта из идеального, все классно ведет нас к не good news, да, не хорошему, не good news, не хорошему, не хэппи-энду. Поэтому в какой-то степени, ну, ты прав. Я говорю о библейских жанрах. Кто помнит? Ага. А вот тут уже неверной дорогой. Значит, есть, смотрите, вот сейчас я все их просто... Есть разные жанры. Есть нарративы или повествования, да, повествовательные жанры. Есть псалмы и их разновидности, это поэзия. Но поэзия не только в псалмах, есть в прочестах много поэзии. Есть в прозе вставлена, ну, поэзия, то есть, это часть, то есть, нет у нас чистых, да, то есть, это как ковер, который соткан с разными нитями, но основные повествования, заповеди и законы, это тоже жанры. Ну, на самом деле, ученые как сделали? Есть жанры, есть формы и есть субформы. То есть, форма – это подвид какого-то жанра, да, а уже субформа – это уже такая маленькая... То есть, ну, я не буду доходить до таких сейчас вот тут дифференциаций, делений, да, то есть, если вы хотите, опять же, сейчас очень, мне кажется, доступно. Взяли интернет, библейские жанры, раз, и вам что-то выдаст. Конечно, лучше взять хорошую книгу по этому поводу. Есть очень хорошая книга. Мейер Вайнберг, это профессор литературы, по-моему, в Иерусалеве, я не знаю, на русском языке есть его книга, называется «Литературная интерпретация Библии», или «Целостная интерпретация Библии». И там очень хорошо, то есть, если вам попадется, это из серии иудаика. Знаете, такие оливкового цвета обложка, там вот вышел когда-то Танах, а, да, это, по-моему, Мейер Вайнберг. Потрясающая книга, там вот именно на таком очень серьезном уровне рассматриваются, вот можно вот, если вы хотите, с этой точки зрения. Она непроста, непроста, но если вы хотите, ну, то это, да, из книг, потому что есть на русском языке. Если вы хотите поглубже узнать библейские жанры и их изучение, подойдите, я просто, я уже не брал сегодня книг, у меня есть некоторые в электронном формате, я могу просто показать, какие книги можно купить, достаточно такого доступного уровня. Эпистолярии. Эпистолярии – это послание, письма, так называемый эпистолярный жанр. Апостол Павел, письма, или вот эпистолярии, которые вставлены в книги апокалипсисе, послание семи церквям. Афоризмы, да, у нас встречаются, здесь просто плохо видно, смотрите, часто Иисус говорит афоризмами. Апокалиптика. Целый жанр. Вы знаете, апокалипсис Иоанна – это не единственная книга, которая была написана в таком жанре. Очень много было иудейской литературы в этом жанре. Апокалипсис до Рождества, ну, первый век до Рождества Христова, после и христианские есть апокалиптические апокалипсисы. Книга Даниила, пример апокалипсиса. То есть это целый жанр. Он там свои правила. И иногда, вот, знаете, спор, кто вчера сказал, что книга «Откровение», о, это очень… Если понимать жанр, если понять ключи, по каким законам этот жанр работает, можно уже толковать эту книгу. Если мы будем его толковать буквально, у нас будет очень много проблем. Отсюда столько всяких комментариев и толкований. Ну, например, можно сравнить иногда, не всегда, я так вначале когда так заявлял, а потом так немножко не так вот, ну, экстремально. Но апокалипсис как жанр можно сравнить с фантастикой литературы. Что я имею в виду? Например, фантастика, да, или жанр научной фантастики. С какими проблемами работает этот жанр? То есть времени какого? Будущего? Ага. Откуда узнают, какие в будущем будут проблемы? Вы внимательно просмотрите хорошую литературу в этом жанре, вы увидите, что они поднимают философские, этические проблемы сегодняшние, сегодняшние проблемы они поднимают, которые вот-вот. Единственное, что они их облекают в истории какого-то там будущего или параллельного измерения. Но на самом деле, во-первых, они люди нашего времени, это не пророки, которые улетают. Ну, может быть, Джуль Верн предугадывал, да, то есть, ну, тогда был расцвет, конец 19 века, начало 20 века, дали такой прорыв в механике и в науках, да, мы просто сейчас дорабатываем, в принципе. Мы сейчас дорабатываем те вещи, о которых тогда вот говорили. Смотрите, Циолковский только в начале века писал в фантастическом, но тогда это уже было, это уже была мысль. Помните этот интересный физик и открыватель Тесла? Эйнштейн, все, вот они вот это вот до войны уже знали бомбу, я атомную, просто ее еще не могли, то есть, но в теории, то есть научная фантастика чаще всего, в принципе, всегда работает с проблемами сегодняшнего дня. Это либо этические проблемы, которые вот сейчас становятся перед открытием новых технологий. Даже когда там какие-то полеты там туда, все равно решается проблема какая-то. Там есть какая-то идеология, которая сейчас, и этот жанр говорит о том, что какие сейчас проблемы у нас есть, и что у нас может, чего мы можем ожидать в будущем. Апокалипсис примерно такой вот, это не всегда его основная функция пророчествовать. Понимаете, если когда сравнивают, почему возникали апокалипсисы, апокалипсис всегда имел функцию ободрить людей или дать ответы, почему что-то происходит сейчас. Всегда было какие-то бедствия, там, завоевание, оккупация, трагедия, да. Апокалипсис раскрывал, я сейчас не говорю только лишь о Яне, то есть это вообще о таком жанре, раскрывал как бы суть происходящего, проблему, в чем причина, и давал ободрение на, ну, сегодняшней общине, сегодняшнему человеку. Когда мы читаем в таком ключе Откровение Иоанна, там есть немножко футуризма, то есть предсказания, но поднимаются проблемы сейчас. Какие проблемы испытывала церковь и, в данном случае, автор, он сидел в Засвете Божьей, был на острове, он был в ссылке, что испытывала община тех времен, преследование, в чем проблема. И апокалипсис, апокалипсис, да, раскрыть, раскрывает. Знаем жанр, есть уже несколько ключей к его интерпретации книги. Не все, но очень важные слои снимаются, понимаете, да. Дальше у нас там пророческие речи, или профетические речи, да, то есть очень много. Выявление и различие жанров необходимо. Также каждый жанр имеет свое значение. Каждый жанр играет по своим правилам. Мы уже сказали, да, вот на предыдущей лекции, что есть отличие между поэзией и прозой, да. И нужно понять, не нужно путать. Поэт не обязательно должен быть точен в описании мира или реальности, да, он будет его описывать совершенно другим языком, образами. Ну, проза или там, ну, разные прозы, будет уже другая техника. И когда мы читаем тексты, мы должны понимать, что иногда некоторые вещи, которые описываются в Библии, не всегда следует понимать буквально. И тогда мы это знаем. Например, когда Иисус говорит, что вырви себе глаз или отруби себе руку, тут мы говорим, не-не-не-не-не, это гипербола, это все класс. Но есть и другие вещи, о которых, может быть, и не следует понимать. Библия не хотела говорить об этом буквально. Понятно, да? Знаем жанр, знаем уже по каким правилам. Есть уже лучшая коммуникация с текстом. И неверное использование жанров приводит к неверной интерпретации. Если вы вдруг серьезно, буквально услышите слова Иисуса, если что тебя соблазняет, вырви себе глаз. У вас будут проблемы с интерпретацией. Ну как, не с интерпретацией, а с вашим телом просто. Глаз не хватит, рук. Я беру такой пример, который все понимают, никто не хочет себе резать руки. Но, кстати, было в истории христианства, многие такие причудливые, например, со распятия Христу, вот на Филиппинах ребята иногда себя распинают на Пасху. Слышали таких? Каждый год. А умерщвление плоти, когда средневековые монахи там себя лупили плетками и так далее. А вы думаете, сейчас нету таких? Даже среди наших? А вот есть, я уважительно, но есть традиции, где, например, буквально воспринимают сцену и моют ноги друг другу. Я не говорю, это буквально исполнение слов. Еще, 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 еще. То есть можно увидеть массу примеров, когда иногда некоторые вещи буквально очень воспринимаются. Ну, мы тут можем спорить, но всегда возникает вопрос, насколько мы осознали текст, его повелевающую функцию, мы потом будем говорить о функциях текста, что он повелевает действительно, или повелительное, там, описательное и так далее, и так далее. Поэтому жанр – это такая вещь, которую очень серьезно нужно к нему отнестись. Тем более в Виблии у нас очень много жанров. И поэтому по сей день там идет целое, ну, то есть где есть жанры основные, где есть субжанры или формы, где есть уже субформы. То есть мы не будем там внедряться в эти глубины. Единственное, чего я хочу вас научить, это такому тройному, такой герменевтика, я вам сейчас дам пару таких ключей, или такой, ну, взгляд. То есть у меня нет много времени, чтобы, ну, и я не буду очень, все шаги. Дам, как бы, такие три основные подхода, которые, в принципе, достаточно. Это не все, да, если бы вы не правильно могли понять, что это не все, чего требует исследование еврейский текст, но это такой подход, с чего мы начнем, или процесс. Там очень много, и когда, допустим, мы изучаем, кто-то изучает экзогетику или герменевтику, он смотрит на все эти шаги, подходы, и у него голова кружится, говорит, нет, это сложно. Кто из вас учился в автошколе? То есть когда вы впервые пришли, и вам начали читать эти правила, это же три мира пересекаются вообще. Вы смотрите, это мир машины, во-первых, мир внутри машины, то есть мир это вне машины, то есть это нужно следить не только, мир внутри машины, едет водитель, и сейчас несколько миров он должен, ну, слышать, как работает двигатель. Вы заметили, если там что-то, вы так сидите, так пальчиками там, бум-бум, стучит, водитель, опа, что там стучит? У него уже ух, то есть он чувствует, ловит, значит, мир внутри машины, изнутри, может, что-то неправильно. Мы, пассажири, едем, нам, кажется, ну, это, а он, потом мир здесь внутри самой, в смысле, как бы в самой машине, то есть что происходит за пределами автомобиля, эти зеркала, все, что там показывает, движение, то есть масса, и кажется, как это нужно, ну, там нажал, там отпустил, поехал, тут только вот, и смотришь на руль, да, а ну, смотреть на дорогу, а там еще куча едет, и кажется невероятной, значит, а сейчас кто бы в живую эти машины, сел, завел, поехал, как в тапочках пошел, то же самое здесь, то есть не нужно бояться, то есть то же самое здесь, один раз, другой раз, а потом она работает, она уже работает, я помню, когда-то впервые прошел, проходил предмет один, и я не мог, я сидел, до этого я привык, что преподаватель там, диктует, я там первый, пол, второй, третий, там у меня сто пунктов, подпункты, и все, у меня есть, вот все есть, а это он что-то рассказывает, что-то показал, какие-то схемы, структуры, у меня две страницы конспекта, мы целый месяц слушали лекции, я сидел, я такой, а еще такой, хипишной был, возмущаясь, что-то такое, вообще ничего нету такой, он уехал, я такой расстроен, вообще, что это за такой предмет, потом я читаю Библию, смотрю, во мне работают какие-то схемы, я такой вспоминаю, ага, это те схемы, которые в меня вот внедрил вот этот преподаватель, ту информацию, которую мне давали, она у меня в книгах есть, я могу ее прочесть, и в принципе, я к этим конспектам, с 50-ю, с сотнями пунктов, так и не возвращался, потому что есть книги, то есть иногда они просто повторяют то, что написано в учебнике, эти конспекты, но вдруг я видел, что на каком-то вот уровне схемы, эти простые схемы, которые были заложены, которые на одной страничке там вместились, они начинают незаметно, невидимо мною, ну, не то чтобы владеть, то есть они работают уже в процессе чтения и исследования, поэтому всего лишь несколько подходов, да, к изучению, это все, это мало очень, но на нас нет времени, это первый, мы подойдем к тексту, основной подход, это ознакомление с формой текста, затем с его содержанием, потом нам очень будет нужна функция текста, пока мы не осознали функцию текста, то есть проповедь, Слово Божьего, это не просто цитирование и интерпретация, нужно понять его первоначальную функцию и в проповеди эту функцию продолжить, понимаете, то есть продолжить, то есть стать, чтобы моя речь была частью этой риторики или траектории коммуникативной, если текст хочет двигаться туда, то я не должен, то есть я должен стать и через свое понимание, интерпретацию и ретрансляцию передать эту траекторию, тогда это будет по-настоящему библейская проповедь, то есть самое, если мы говорим, я говорил вчера о повествовательной богословской интерпретации или проповедовании Библии, то то же самое, понять, откуда и куда движется история библейская, вот этот сценарий, откуда и куда он движется и занять место и двигаться туда, и значит я буду в своей проповеди двигать народ туда, То есть это может выглядеть так, знаете, о богословии проповеди. Вот идет движение, да, но мы, я знаю, что я или люди церковь, мы уходим, мы находимся где-то здесь, потому что мы на самом деле путь держим другой. Задача проповеди, богословия проповеди, библейской, вернуть, достичь и вновь вернуть церковь человека в эту историю, в это движение. Делается это в проповеди, когда мы через себя продолжим эту риторику, это направление, эту коммуникацию Божьего Слова. Понятно, да? Можно мелстырить, но не нужно, да. Поэтому, вот у нас Библия, да, мы подходим со стороны, видно, да, формы текста, содержание текста и функции текста. Очень просто. Значит, что значит форма текста? Это, в первую очередь, нам нужно знать, к какому литературному, или библейскому, понятно, литературному жанру наш текст относится. Я сейчас читаю Апокалипсис, читаю Послание Павла, читаю Псалом, читаю книгу Бытие, а читаю какой-то фрагмент Пророка или Песень Песней. Какая литературная форма? Ну, например, я читаю Евангелие, это, ну, повествование, да, как бы, биос, можно сказать, биография. Другой вопрос, ну, к чему отнести. Но я читаю некоторые изречения Иисуса, его афоризмы, да, как бы форма. Или же я читаю притчу, это уже форма внутри какого-то жанра, она имеет повествовательную форму, да, но притча уже отличается от большого повествования. Мы поговорим, и целый, и при том, притчи разные бывают из-за Христа. Есть притчи и афоризмы, как пословицы и поговорки, есть односюжетный, как бы такая вот притча, небольшой рассказ. Например, притча о том, как один человек увидел там поле, да, все продал и купил его, да. Это маленький рассказ, но есть притча, например, притча о блудном сыне, да, то, что мы знаем. Притча о работниках Виндана, там целая история, там целый, телесериалы можно снимать. Да, там целый, то есть уже видим другая форма. Или видим описание чудес, или так называемые апофтехмы, то есть описание истории Иисуса, где в центре есть какое-то поучение. То есть само Евангелие уже дробится на некоторые уже субжанры, то есть на некоторые формы. Это история, в центре которой чудо, история, в центре которой поучение, это дискуссия, галактическая дискуссия, да, то есть или там, например, магнификат поет Мария, да, то есть воспевает гимн. Или это пролог Иоанна, первая глава, понимаете? У Иоанна, мы читаем, он отличается от синоптиков Матфея, Марка и Луки, синоптические Евангелия. Ага, у него нет притч, у него есть много образов, у него очень много монологичной речи Иисуса Христа, таких длинные проповеди. Потом там есть описание семи чудес, какова их функция, какова их роль. Потом туда вкручены некоторые образы, я лоза в ветви, и всякую ветвь, в которой не пребывают, и тут споры там, и бывает не в той стороне, спорят, здесь речь идет о потере спасения или нет. А если мы поговорим, что Иисус говорит, что я есть истинный Израиль, если вы пребываете в мне как в Мессии, вы пребываете в виси нам Израиле, это другая интерпретация, понимаете? А если Иисус говорит, что у отца моего обители много, если мы понимаем, ага, это жизнь на небесах, а если мы понимаем, что это заветные слова, когда жених приглашает, где-то же невесте обещают, что там обычно к отцовскому нову влепили, это другое прочтение. То есть жанр, потом какая-то литературная форма, то есть что там? Дальше мы идем. Какова структура текста? Ну, я показал, это так называемая хиастическая структура, хиазм. Мы немножко об этом говорим. И здесь это не какое-то такое, знаете, просто для литературного изыска или вкуса. Понимаешь структуру, ты видишь, где ее центр. Центр хиазма вот там, где вот С, я потом покажу. Понимаете, это просто как пример. Если мы читаем, например, тексты, как Павла, да, то есть эпистолиона, там есть какая-то логическая прогрессия, какое-то логическое развитие аргументов. Как он развивается, этот аргумент, да? Какова логика, какова риторика? Потому что я не могу, я взял кусочек, я взял какой-то стих, а ведь он часть. Он может быть тезисом, может быть подтверждает тезис или иллюстрирует тезис, понимаете? Какова его риторическая функция этого стиха в риторике Павла, например, Галатом или Коринфяном. И там тоже есть структуры. Мы видим, что авторы достаточно, не все, но многие просто следуют каким-то риторическим фигурам того времени. и смотрим на какие, например, ключевые слова, какие слова повторяются, какие слова есть ключевые или какие слова просто часто повторяются. Есть, да? Ну, мы потом немножко об этом… То есть это тоже как бы не все, не все, просто нет времени, очень много говорить. Доставное, видим жанр, может быть, видно там субжанр или форма литературная. Тут же работаем структурой. Мы немножко позанимаемся структурой, потому что это очень важно. Бывают вещи, просто Библия потрясающая, прекрасна в своей форме, особенно для таких фигур и структур. Но они иногда открывают ключ пониманию. Текст, да, ну, в смысле, я бы, в смысле. Потом содержание текста. То есть, понятно, процесс идет такой, ну, постепенный, да, но если так уже делить механически. Понятно, что когда мы отжимаем сцепление, нажимаем на газ, это процесс такой, ну, идет одновременный, да, то есть хотя это две разные вещи. Здесь то же самое. Что-то идет в начале, а потом, конечно, идет движение. Мы уже понимаем. Работаем структурой с жанром и перечитываем, уже наматывается и понимание содержания текста. Но, тем не менее, какие здесь этапы? Очень важно знать содержание всей книги. Я читаю какой-то фрагмент Павла. Даже Исаии, пророк, или книги бытия. Нужно знать композицию, то есть содержание всей книги. То есть ее композиция. Это законченное произведение, где есть начало, развитие и завершение. Понимаете, это, ну, у нас Библия, нам не так, как сумочка с этими пазлами, знаете, которые не собраны в картинку. Тогда мы можем выбирать себе любимые стишки, какие мы хотим, или пить себе богословие, какое нам хочется. Значит, нужно знать содержание всей книги. Содержание фрагмента теперь будем изучать. Теперь мы понимаем от этого его место, помните, наши квадратики. Это 16 или 30? Какую часть, какую функцию он в этой картине вообще автора выполняет? Иоанна 3.16, так возлюбил Бог мир. Окей, а как он вообще во всей композиции Иоанна? Как он через себя всю риторику развивает? Все богословие Иоанна. Содержание отдельных частей фрагмента нашего текста тоже очень важно. Взаимоотношений. Теперь мы уже можем прийти к пониманию, какого же взаимоотношения части и целого. То есть нашего стиха или какого-то фрагмента. Например, как работает притча о блудном сыне или притча о добром самарянине. В общей композиции. Евангелие от Луки и даже к этой книге Деяния Апостола. Я вам потом покажу. То есть очень важно. Я поработал с текстом, а теперь вижу, ага, так это вот в чем. Значит, эта притча, она просто развивает. И есть элемент вот того замысла Луки, который пишет Феофилу. И там у него есть связь, в этой притче, в этого текста есть связь и с Евангелиями, и с Деянием Апостола. Это двухтомник, это один проект, один труд. Одно богословское видение для церкви. Теперь я это знаю. И тогда формируется главная идея текста, то есть тема и тезис. Тогда я могу сказать, что да, эта тема, здесь говорится о Божьей любви, например. Я напишу на тезис, я уже формирую утверждение, о чем этот текст. Понимаете, да, то есть я все равно, ну это очень сжато так, вот весь процесс. У вас был уже, была герменевтика, как предмет. Нет, ну может будет, и вам там, ну расскажут. То есть я, ну, в любом случае, первый шаг к проповеди – это истолкование текста, работа с текстом. То есть у вас никто не… Библейская проповедь – это не проповедь в честь там пастора, нашей церкви, праздника, еще чего-то. Это проповедь Библии, Божьего Слова. Да. Значит, мы потом поговорим, что темы, да, то есть есть, ну, здесь всегда есть, как бы, такая вот различие смысл текста и значение. То есть есть какой-то один смысл, но есть множество значений или множество применений, да. Может, в тексте, как вот в нашем квадратике, их может быть 30, но все равно будет основная идея, да. Мы это поговорим, когда возьмем текст и будем развивать риторический тезис, что у текста может быть несколько применений. Тема, в принципе, будет одна, то есть его идея, основной замысел. Конечно, можно увидеть, но он не должен выходить за рамки основной повествовательной конвы или основной риторики или основного замысла книги. Другой вопрос, что нам, может быть, у нас не будет согласия, ну, друг с другом, как, но мы должны представить друг другу, вот чем это, допустим, отличается проповедь от статьи по экзегетике, да. Я недавно ребят собрал, там, когда вот ввел этот кружочек или школу проповедников, дал им почитать пару статей. Я намеренно избрал книги, то есть не проповедников, а вот именно, ну, научные статьи после толкования там богословия Павла, богословия Ефесяна, маленькая глава. Один парень, да, это как-то сухо, неинтересно, то есть, а он любит такую, которая вдохновляется, понимаешь, я хочу, чтобы ты привык к описательному языку. Потому что прежде чем я скажу, вот, то есть, я сейчас не проповедую, да, то есть, об обучении еще, я должен показать, как я пришел к этому выводу. В проповеди не обязательно. В проповеди она должна уже быть такой, ну, авторитетная, ну, здесь тоже ответственность, потому что нет времени. Но в обучении, в образовании очень важны, или я пишу статью, или ты пишешь статью, я должен понять, а почему ты пришел к этому выводу? Какой твой метод? И когда мы можем, тогда я скажу, слушай, у тебя, то есть, ошибка есть в твоем методе, вот поэтому я не согласен с твоим выводом, тут есть базовая ошибка, или как это, ну, в методе, понимаешь? Поэтому мы можем спорить, но однозначно в тексте есть один смысл. У него может быть несколько значений, то есть, как это применить. Послание Галатам применить сейчас, например, если у вас есть конфликт, допустим, мессианская, вы община, так, вы мессианская община, вы решили, что все-таки мужчин-евреев нужно обрезать. К вам пришли язычники, христиане, вы скажете, нет, до свидания, вы не наши братья, вы их привите, скорее всего. Но станет вопрос, будете вы их обрезать или нет? И вот будут две партии, как в Послании Галатам. Значит, оно будет актуально. Допустим, если в нашей церкви, вот мы вот сейчас проходили этот месяц в Послании Галатам, не было актуально, но мы нашли некоторые очень важные вещи для нас. Понимаешь? Но смысл изначально там один, дискуссия с теми, кто, ну, вы уже читали Галатам, изучали, не знаю. Там есть одна дискуссия, есть один замысел. Или Послание Коринфина. Но его можно применить по-разному, в общине первого века или в общине двадцать первого века, в бессианской общине или в нашей общине. Значение может быть. Но мы должны найти первоначальный исходный смысл. Есть тексты, где у нас есть стопроцентное согласие. Да. Автор. И здесь нужно понимать, мы максимально к этому стремимся. Не стопроцентная гранция, что мы его откроем. Для этого мы метод, каким образом мы подойдем к этому, к пониманию коммуникации с текстом. Поэтому мы делаем это вот постоянно из частей, собираем целое. Мы раз, о, шестнадцать класс, потом делаем еще один круг, опа, семнадцать. И так доходим до максимального прояснения текста. Например, оправдание по вере или спор Павла в Галатам, да, или в Ленинском законам. Долгое время был определён богословием Лютера. В двадцатом веке это произошла так называемая Сандеровская революция. В исследованиях Павла, учёный новозаветник, по-моему, из Ельского университета, или из Дьюки, я не помню. Развёл такой переворот в понимании Павла. Но на самом деле это не революция в исследованиях Павла, или в понимании Павла. Это привело к революции. Это революция в исследовании иудаизма первого века. Понимаете? Хотя есть разница между иудаизмом уже, пост-аравиакивой и иудаизмом первого века. Так вот, вы очень слабо знали. Когда новозаветники начали исследовать очень серьёзно и поняли, что новые заветные тексты очень сложно понимать вне контекста литературы и вообще межзаветного периода. Начали исследовать, многие тексты заговорили. Поэтому вернули с давних времён, когда были обвинения в сторону Павла, что он эллинизировал, что он увёл библейскую проповедь или мысль в эллинские категории, вернули вновь иудейскую почву. Иоанна также его тоже считали. Был такой Рудольф Бультман, Чарльз Дотт, их комментарии. Считали, что в принципе это такая эллинская версия Евангелия для греков. Потому что там логос, концепция логоса. Вначале энергия логос, вначале был логос, слово. И вот это ушли. Потому что Филон Александрийский тоже говорил, он хотел совместить Платона с Моисеем. То есть были такие попытки иудеев как-то контекстуализироваться. Но потом видели, что это абсолютно еврейский текст Иоанна. И очень сложно понять вне ветхозаветной иудейской образности метафоры. Это же самооткровение. Из 400 с чем-то стихов, где-то 200 с чем-то стихов, это прямые ссылки или аллюзии. То есть какие-то намеки на ветхозаветные образы. На ветхозаветные образы. А их пытались там интерпретировать. А, там компьютеры забрели. А, там что-то то. И вот начинают искать. Там трактор появился. Вот она, цесадина. А, штрих-код. Это уже 666. То есть не там находили параллели. Почему жанр? И так далее, и так далее. То есть это не всегда однозначно. Но есть вещи. Мы просто, я потом покажу на примере. То есть как это. Здесь как бы есть. Знаете, у ученого, на мой взгляд, у следователя, так же, как и у верующего, есть необходимые два качества. Первое. Сомнение. Ну, что я имею в виду? Сомнение. А все ли я знаю? Вот у Колумба было сомнение, когда он смотрел так за горизонт Атлантики. Неужели там ничего нету? Быть того не может. И смелость. Пойти и искать. Так же уверен. Мы всегда должны сомневаться. Правильно я верю? Может, я что-то неправильно? И смелость искать. Ну, это мой такой подход. Это может быть сомнение. Но не сомнение, которое парализует тебя. Все, я ничего не знаю. Я дурачок. Не, сомнение. Правильно. Но другая, это как бы левая нога. А правая нога, это смелость. Идти вперед и искать ответ. Поэтому беседуя. Да, мы понимаем, что... То есть я не... До конца я не понимаю текст. Я иду смело туда искать. Может быть, и моя проповедь, так как и мое оттолкование, оно несовершенно. Но, слава Богу, есть множество исследований, могу. Но есть метод. Бог нам все-таки дал какую-то возможность коммуницировать. Я просто не хочу стараться. Мы чуть немножко посмотрим. И последнее. Это функция текста, да. Функция текста. И помните, мы говорили там, логос, патос, этус или ортодоксия, ортопатия, ортопраксия. То есть есть три вида воздействия. Ну, можете больше, но так, в основном, три вида воздействия текста на читателя. То есть текст заставляет думать. Функция текста. Помните, что пока можно там убиться, выявить все структуры, содержание там знать наизусть. Но самое главное понять функцию текста. То есть он не просто. Ведь письмо тоже имеет какую-то функцию. У текста есть функция. У библейского текста, конечно, есть функция. Но любого текста. У инструкции есть функция. У правил движения есть своя функция. У уставов, там, чего хочешь, у текста есть функция. Первое, это заставить человека думать, задуматься. Это цепляет наши когнитивные, да, то есть процессы. Это то, что мы говорим, ортодоксия, да, которая формирует нас, ортодоксию. Правильно, помните, преобразуйтесь. Павел пишет в послании Римлян, 10 глава. То есть не сообразуйтесь этим миром, но преобразуйтесь, да. Значит, ага, я должен преобразоваться. То есть в чем я должен быть преобразован? То есть я начинаю думать, да, над чем-то. Еще одна функция текста. Есть тексты, которые взывают к нашим чувствам, к эмоциям. То есть я здесь очень сильно обобщаю, хорошо? И есть тексты, которых их теоретическая функция или риторика – это побудительно что-то делать. Ну, например, идите, научите все народы. Тут надо что-то думать. Ну, есть над чем подумать. И тут надо чувствовать. Однозначно текст призывает нас что-то сделать. Есть тексты, которые больше цепляют и заставляют размышлять. Например, апостол Павел говорит, ну, подумайте. Вот и так, так, так. И мы еще иначе, давайте подумаем. Когда вот эта дискуссия, давайте подумаем, да. Или когда, или, скажем, псалмы. Или какое-то даже видение, которое дает надежду, да, на наши чувства, на наши эмоции. Это нужно продолжить в проповеди. Если текст по своей функции, он направлен на человека, который будет что-то делать, нужно продолжить. Если кто-то скажет, ну, проповедник, как-то вот мало было сердца, да, вот что-то вот не зацепил, я что-то вот, я не плакал, да, или я не радовался, а ты говоришь, слушай, а этот текст как-то и не писался, что ты там радовался, там плакал, веселился. Этот текст имеет одну функцию, чтобы ты сделал решительный шаг вперед. Для этого тебе дает мощный пинок под зад. И ты можешь либо это принять, или оплакать, там, или радоваться, это уже другая проба, другой, понимаете? Или там, ой, ты загрузил там столько вот размышлений, я вот, ну, на самом деле, как-то вот я не вижу, текст тебя призывает, тебя подумать над чем-то. Или наоборот, да, то есть, если это текст, который ведет к поклонению Бога, или к раскаянию, да, конечно же, он должен сокрушать. Ну, тут еще есть некоторые измерения текста, то, чего, может быть, не знаю, я не хочу вас этим перегружать, но есть несколько измерений в тексте, потому что это же мысль, это человек, да. Я обычно так говорю, смотрите, вот есть уровень, вот, например, такой эссенциальный уровень сущности, да, это то, о чем я, то, что я могу наблюдать. Есть уровень такой, я называю, когнитивы, да, то есть, вот, есть когнитивы, текст, это то, что, в принципе, то, о чем мы можем помыслить, то, о чем мы можем помыслить. И на когнитивном уровне, то есть, это то, что я вам рассказываю, вы пишете себе в конспект, вы прослушали там какой-то урок, занятие, у вас есть информация, вы это к сведению, она вас информирует, вы что-то знаете, да. Есть вот то, что мы вчера говорили, уровень, так называемый, экзистенциалый. То есть, это, как бы, такая экзистенциальность текста, или глубина его. Например, какие-то тексты. Вера, надежда, любовь, да. Вот, вера, она может быть на уровне когнитивном, то есть, верование, я верю в то-то, в то-то, в то-то, то есть, как доктрина, да. А вера, это есть как мое отчаяние. Вера, как то, что, ну, это не то, что мне нужно запомнить, здесь такое двойное, но вот надежда, да. Вы не можете записать в конспект себе надежду. Это то, что либо ты переживаешь, имеешь, либо ты это не имеешь. Понимаешь? То есть, есть вещи, которые можно записать, запомнить, но надежду нельзя записать или запомнить. Это то, чем человек опирается в своей внутренней глубине, в своей сущности, да, в экзистенции. Или нет, или он еще, ну. И тут эту надежду, никакие там круги спасательные, пока вот человек вот, это очень серьезно. Есть эти вещи, как бы, есть эти измерения текста, как их вот выявить, как их передать. Это функция текста. На каких глубин, какие вот сферы нашей личности он хочет затронуть. Это очень важно, это очень глубоко. Если вы сможете ощутить функцию текста, пережить это, еще и передать, это значит, будет, да. Мы сказали Божье слово. Сказали, ну, губейскую проповедь. Понятно, да? Хорошо. Переменочка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!